так сейчас я проверяю настройки прямого эфира так то у меня подключается друзья напишите как вы меня видите как вы меня слышите потому что мне всегда периодически непонятно вначале я вас я вас не вижу вы видите меня соответственно напишите как вам меня тоже видно и слышно все я отключила здесь тоже везде звуковые дорожки так друзья кто присоединяется сейчас буду работать сразу на две камеры рада приветствовать у кого есть возможность сегодня было выйти в прямой эфир вместе со мной а меня зовут макогонова елена кто первый раз видит и я являюсь мастер-тренером академии голтиса по суставной гимнастике или выжимка вижу виду 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 направление именно вот этой это направление в академии ну надеюсь когда-нибудь мы расширим еще больше направления где именно я буду выступать тренер сейчас на данный момент это курс суставная гимнастика или выжимка у нас был с вами эфир кто присоединялся кто сейчас отслеживает цикл эфиров которые мы запустили с академии и не просто так потому что ну на данный момент нужно чтобы мы с вами объединялись чтобы мы поддерживали друг друга чтобы мы делились друг с другом знаниями опытом а то что помогает нам оставаться в здравии в здоровом уме до здоровом в здоровом духе здоровом теле и соответственно вот этот цикл прямых эфиров у нас была уже с вами именно такой водный эфиры суставной гимнастики а выжимки что это такое у нас была с вами дыхательная гимнастика мы очень хорошо разобрали вот кто пропускал все эфиры сохранены на академии галки со сохранены на социальных сетях в youtube канале галки со и у меня также до сохранены поэтому смотрите подключайтесь пересматривать сегодня что у нас будет сегодня пока вот кто есть возможность присоединяется вы уже видите я сижу в мальчике в отличие от предыдущего эфира где сидела в платьюшке мы приготовили с вами надеюсь вы приготовили кто читал всю информацию мы одеваем с вами ну маечки футболочки если вы дома одни можете конечно раздеться полностью так легче работать сегодня у нас будет с вами практика приготовьтесь но мы не будем с вами прямо так активно заниматься чтобы вот 45 минут у нас будет сегодня буквально 15 минут практики немного я сейчас объясню правила выполнения суставной гимнастики дышать мы с вами совсем немножко повторим кто первый раз слушайте но лучше переслушать потом на академии волки со или у меня на youtube канале переслушать технику дыхания и приступим к выполнению то сегодня у нас практика сегодня будет меньше бабла и после уже до когда вы прочувствуете на себе саму идею да вот это вот синхронизации синергии соединения двигательной активности и дыхательной практики кто еще ни разу не пробовал только следили смотрели получите эффект в моменте вот давайте вставайте то есть начинайте двигаться да то есть вы уже понимаете идет осень осень уже наступила где-то уже снег выпал до в нашей большой такой стране кто-то подключается из других стран возможно у вас тепло но все-таки да мы понимаем что идут какие-то осенние процессы иммунитет падает ну и сейчас и вода и пища и воздух остается под таким вопросом да особенно в больших городах полезно это или нам все-таки приходится защищаться и вот физическая активность суставная гимнастика как вы уже поняли да это очень мощная профилактика это очень мощный лимфодренаж мы вытаскиваем да всю эту грязь с межклеточного пространства и выбрасываем сбрасываем во внешнюю среду обратно да это мощная работа сердечно-судистой системой то есть когда мы соединяем упражнения с дыхательной практикой это мощная работа с дыхательной системой это иммунная система как итог да то есть все 12 системы и суставы и мышечные группы и сухожильно связочный аппарат да то есть лимфатическая система и сердечно-судистая наша нервная система иннервация ткани то есть все 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 включается эндокринная система пошла то есть все вместе когда мы их синхронизируем вот наш комплекс иммунной системы гомеостаза организма поэтому приступаем к совой суставной гимнастики ее изучение как я уже говорила да не раз у нас стартует в академии голтиса очередной поток с 18 октября 7 дней в течение всей недели мы будем с вами изучать суставную гимнастику вместе со мной этом являюсь тренером и соответственно то есть запись притом такая интересная получилась у нас в разгар до вот этого всего ковидной эпопеи но это все что не делается то к лучшему так вот я уже алекс вижу тоже в маечке отлично все здорово приготовили маечки правила выполнения у нас будет с вами всего три правила основных здесь внимание пожалуйста кто будет вместе со мной сейчас выполнять в эфире кто будет в записи выполнять тоже внимательно у нас будет с вами три правила первое правило мы с вами будем работать в максимальной амплитуде движения то есть у нас есть с вами суставы мы понимаем да наше тело у нас есть какие-то определенные градусы определенный радиус движения в том или ином суставе в той или иной области нашего тела то есть есть мобильные области и стабильные области самое основное когда я буду показывать упражнения мы крупными такими мазками но при этом вы обратите внимание что мы пробежимся по всему телу сверху вниз затронем все наши участки до крупными мазками но пройдемся по всему телу здесь я буду показывать когда упражнения я буду показывать на максимальной амплитуде анатомической как работает тело то есть у нас тело когда было создано до сверху создателем то допустим движение локтевую движение плечевого сустава вот она до движения максимальное движение плечевого сустава понятно плюс минус там градус это зависит от самого строения генетического да скажем как какое тело нас досталось от родителей у кого-то более эластичные волокна у кого-то менее эластичные но не суть да то есть работа суставной сумки не не зависит сколько нам лет пять лет или 125 лет если у нас все хорошо нет закисленных каких-то процессов да то есть не идут артритно-артрозные изменения и прочее прочее то есть независимо сколько нам лет у нас при движении вот максимальная анатомическая амплитуда строения тела да то есть при движении в одну или в другую сторону вперед назад вот я сейчас можете как раз себя попроверять пока да вот мы еще не делаем то есть проверяйте как работают ваши плечевые суставы то есть при движении вот такой максимальной амплитуде мы не должны ощущать никаких дискомфортов дискомфорт внимание тем более боли да то есть если у нас уже появляется дискомфорт боль нам соответственно нужно будет найти ту амплитуду то есть мы работаем на максимальной анатомической амплитуде но всегда в зоне комфорта то есть мы стремимся к анатомической амплитуде которые я буду показывать но вы находите ту амплитуду в которой вы будете работать в зоне комфорта То есть вы сейчас вместе со мной, допустим, проверяете свои плечевые суставы в медленном темпе, вперед-назад и замечаете, что, допустим, там правая рука, левая рука, может быть одномоментно, какой-то у вас дискомфорт именно при максимальном движении, то есть при максимальном вращении плечевого сустава, то есть какой-то дискомфорт. Соответственно, вы находите ту амплитуду, возможно, она будет вот такая, а у кого-то будет, возможно, вообще вот такая, то есть до такого максимума еще далеко идти. То есть при такой амплитуде вы будете чувствовать комфорт, то есть у вас будет комфортно. Значит, эта амплитуда ваша, и вы работаете на данный момент в этой амплитуде. Наша задача, когда с телом нашим что-то происходит, да, там здесь заклинило, здесь заболело, да, ой, здесь, чаще всего что мы делаем, то есть у нас болит, допустим, локтевой сустав или плечевой, то есть мы начинаем еще больше беречь свои руки, свои суставы, допустим, или свои ноги и совсем обездвиживать, да, то есть еще больше обездвиживать эти области и не работать с ними. Что происходит? То есть там и так какие-то процессы идут, то есть вы уже из предыдущих, понимаете, да, занятий, то есть там и так идут какие-то процессы, воспалительные, застойные процессы, и если мы еще больше обездвиживаем, то есть не двигаем, да, нашими больными суставчиками, рукой, ногой, неважно, да, где это произошло, то мы еще больше увеличиваем застой, то есть у нас вообще болото-болото, и там уже начинает расти все, что угодно. То есть наша задача через кровоток, через усиление крови к этим участкам, где вот мы чувствуем, да, вот эту болезнь, понимаем, что там процессы уже идут, нам нужно продолжать, пусть это будет небольшая амплитуда, да, но нужно продолжать давать движение, чтобы кровь поступала к нашим суставчикам, да, поступала к нашим вот этим вот краевым зонам, да, где как раз вот периферия называется, да, краевая зона, периферия, то есть суставы, а суставы получают питание только через кровеносные сосуды, вы понимаете, а кровеносные сосуды в самой хрящевой ткани сустава, да, суставной сумки нет, да, то есть они в мышечной группе находятся, и мышечная группа, она приток крови сделает тогда, когда будет работать, поэтому двигаться нужно, нужно делать движение, но в той амплитуде, в которой вы сейчас чувствуете комфорт, поняли, да, то есть это самое, ну, первое основное правило, я показываю максимально анатомической амплитуде, к которой мы стремимся, вы работаете в той амплитуде, в которой вы чувствуете комфорт, и если у вас, допустим, одна рука работает хорошо, вы ничего, все нормально, не чувствуете, да, то есть у вас все хорошо, никаких дискомфортов нет, Значит, все отлично. А, допустим, левая рука дает о себе знать. Значит, вы ориентируетесь на слабую сторону. То есть, всегда ориентируемся на слабую сторону. Левая рука работает вот в такой области, в такой амплитуде, и ей там хорошо, да, чуть больше загребаем, да, уже болезненность. Значит, правая подключается к амплитуде той, с которой работает слабая сторона, да, то есть, где мы сейчас чувствуем дискомфорт. Второе правило – это у нас дыхание через сопротивление. Немножечко напоминаю, да, то есть, мы будем с вами дышать вдох, полная грудь набрали, да, выдох через плотно сломкнутые губы. Но так как у нас будет с вами, выжимка подразумевает с собой определенную скорость, то мы будем делать 4 такта, да, то есть, вдох, вдох. Я буду работать на средней скорости, ну, такой приближенной к средней. То есть, никуда мы не будем с вами там кошмарить, да, свой организм, свое тело. Мы сегодня знакомимся с составной гимнастикой. Старички повторяют. Вдох, вдох, то есть, 50% набрали, 50% добрали, да, то есть, 100%. Вдох, вдох через нос, выдох, выдох через рот, плотно сломкнутые зубы, язычком прижимаем, дырочки закрываем передней части зубов, стенки зубов, создаем сопротивление. При этом пресс стараемся напрягать, то есть, при выдохе напрягаем пресс, держим его таким серьезным, да, животик, чтобы увеличить как раз давление брюшной полости и хорошо проработать диафрагмы наши внутренние органы брюшной и грудной полости, да, тоже задача. Вдох, вдох, выдох, 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 повторили, да, то есть, дыхание через сопротивление. И третье правило, мы будем с вами работать на скорости. И вот здесь, внимание, на дыхание я тоже вам объясняла на уроке, здесь, внимание, скорость мы будем с вами включать тогда, когда нам тоже комфортно. То есть, какие-то упражнения, допустим, на шею, на шею, я буду в процессе упражнений тоже вам повторять, говорить, упражнения на шею, упражнения область поясницы, чаще всего эти области уже у нас, ну, в не очень хорошем, таком, в печальном, да, печальной ситуации. То есть, там чаще всего уже начинаются смещения, протрузии какие-то, да, грыжи и так далее. Поэтому движение нам нужно совершать, да, то есть, для того, чтобы даже восстановить сами позвонки позвоночного канала, то есть, все питание позвонков у нас тоже строится мышечная группа вокруг, которая держит позвоночный столб. И питание позвонка, питание той же самой синавиальной жидкости, чтобы она образовывалась и все мягко у нас ходило, да, как по маслу, это все поступает через движение, через кровь, через мышечные группы, да, то есть, туда внутрь уже не проходит. То есть, из внешнего пространства поступает вся эта жидкость, питательные элементы, кислород. И если у нас, следственно, движения не будет, то, опять-таки, закисление, все стоит и с каждым разом будет хуже, 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 да. Поэтому, вот, область шеи, область поясницы, пожалуйста, здесь внимательно, здесь очень медленно, очень плавно, слушаем себя, вы сами себе тренер, да, то есть, вы слушаете себя, где-то, я даже рекомендую, вот, на выжимке, я говорю, закрывайте глаза и ощущайте себя, слушайте, что говорит ваше тело. И небольшие амплитуды и, соответственно, небольшие скоростя, да, то есть, очень медленно работаем, я прямо здесь вот буду в этих областях останавливаться и очень медленно даже говорить, да, чтобы вы не бежали. Очень сложно мне особенно работать с бывшими спортсменами, да, бывших спортсменов не бывает. И когда их приучают вот через силу воли, давай, делай, через боль, очень часто вот эта вот ошибка большая, когда в зону дискомфорта заходят и в зону боли и начинают делать упражнения. Неправильно, некорректно, то есть, мы можем обострить процесс, наша задача, наоборот, вымыть все застойные явления, убрать закисление и, соответственно, пригнать туда новую кровь, чистую кровь с питательными элементами, обогащенными кислородом и, соответственно, постепенно, постепенно восстанавливать те участки, где вот пошли вот эти проблематики. Все можно восстановить. И, соответственно, вот здесь скорость вы выбираете сами. Допустим, участок шеи, да, участок области поясницы мы работаем с вами медленно. Локтевые суставы, да, вы понимаете, что здесь все хорошо, все крутится, вертится и так далее, и вам хочется скорость, вы, соответственно, набираете скорость, да, и работаете на скоростях. То есть, как итог, выжимка, как итог, да, когда уже тело в норме, тело просит, тело работает, уже все, мы восстановили, ничего не скрипит, не хрустит, не щелкает, ну, если это только анатомически, да, естественно, по природе это тоже может быть, то вы включаете, как итог, мы приходим к работе выжимки на максимальной амплитуде анатомической, на максимальной скорости и подключаем туда еще дыхание через сопротивление. Три правила, и основной плацдарм, основа всего, это зона комфорта. Что при дыхании, если мы просто дышим, да, если голова закружилась, отключаем дыхание через сопротивление, дышим обычным дыханием, приводим себя в норму, потом опять начинаем работать дальше. То есть, все в зоне комфорта, максимальная амплитуда в своей зоне, дыхание через сопротивление, тоже сопротивление в своей зоне, да, то есть вы выбираете свое сопротивление, когда вам комфортно без вот этого головокружения, да, это скорость максимальная в своей зоне, соответственно, у кого-то максимальная скорость будет вот такая, и этого будет достаточно, а у кого-то будет очень-очень быстрая, да, мельтешит, но главное зона комфорта, поняли, да, ну что ж, приступаем, надеюсь, вы поняли, потому что я очень переживаю всегда за вот эти вот моменты, это все-таки наше с вами здоровье, и я как преподающая, да, эту суставную гимнастику, как тренер, всегда переживаю, когда не вижу за камерой, кто вы, что вы, я понимаю, что мы все равно приходим со своим уровнем здоровья каждый, и, конечно же, вот здесь я очень много разжевываю, говорю, чтобы вы очень аккуратно к себе, как к хрустальной вазе относились, и лучше шаг за шагом постепенно-постепенно выводить себя из состояния того, ну, к которому мы там приходим каждый в своем, или профилактируйте, если вы тоже без фанатизма, сейчас познакомьтесь со своим телом, все, приступаем, друзья, первое наше упражнение, которое мы с вами сделаем, это прохлапывание по голове, мы его проходили тоже, кто новичок, наклоны головы, наклоны, здесь у нас дыхание обычное, сопротивление не включаем, наклоняем голову чуть ниже колена, шея у нас расслаблена, поясница расслаблена, расслабляем позвоночный стол, и начинаем прохлапывать, как по барабану, прохлапывать себя полностью по всей волосяной части головы, поехали! Расслабляем, наблюдаем, где у вас болезненность, Отлично, закончили, отследите, где у вас болезненность, после самой суставной гимнастики у нас будет несколько минут, дадим парочку на вопросы, и поехали! Стоим прямо при этом, не горбимся, да, вот-вот, все, встали ровненько, пошли работать с мышцами шеи, да, с областью шеи, наклоны головы у нас будут вперед-назад, я буду крутиться, и с шеи начинаем всегда медленно, независимо, сколько вы уже занимаетесь, начинаем медленно всегда, и подключайте, я буду говорить, вы подключаете дыхание, вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, вдох, выдох, выдох. Я показываю работу на максимальной амплитуде, то есть касаюсь подбородком груди и завожу голову назад, если вы знаете, что у вас уже есть какие-то протрузии, какие-то смещения, что-то уже пошло не так в этой области, то лучше акцент сделать на растяжение, а голову назад не наклонять, оставаться вертикально. Возвращаемся назад вертикально, и вот таким образом работаю, то есть аккуратно область шеи, область поясницы закончили, повороты влево, вправо, тоже показываю максимум работы, вы работаете своей амплитуде в зоне комфорта. И подключайте дыхание, то есть не ждите меня уже, то есть поняли принцип, я буду говорить, не могу сразу и говорить, и дышать, не нужно вас вести, поэтому вы подключайте дыхание, используйте на максимуме саму методику дыхания в синергии с движением. Вдох, вдох, выдох, выдох, то есть у кого все нормально, вы в медленном темпе попробовали и все хорошо, вы можете увеличить скорость. Отлично, закончили. Переходим, следующее, плечевые суставы у нас, область плеч, да, грудная клетка затрагивается. Заговорилась вместе с вами, задышалась. Вдох, вдох, крутим назад, движение назад. Вдох, вдох, выдох, выдох. Работаем максимально плечами. И можно увеличивать скорость, да, здесь попробовали на медленной, на маленькой, познакомились со своим телом, почувствовали, а где же у вас болезненность есть, присутствует, и ушли на скорость большую. Если хочется, если комфортно. Закончили теперь движение вперед. Тоже вот это одно из упражнений, которое позволяет нам активно, да, тоже прорабатывать нашу грудную клетку и упражнения, относящиеся вот к профилактике, то есть мы когда дыхание через сопротивление, плюс это упражнение, профилактика, реабилитация или в процессе уже болезни, того, что у нас сейчас острая респираторно-вирусная инфекция, все это можно быстрее купировать, да, эти процессы, все они идут сейчас или реабилитироваться после перенесенной болезни. Отлично, закончили. Теперь поднимаем плечи вверх и сбрасываем вниз. Вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, 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 вдох. И стараемся работать именно плечами, не руками, как иногда некоторые начинают, да, а плечами. Вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, вдох, выдох, выдох, выдох. У нас тоже корпус, он очень часто забит, мышечная группа все забиты. Мы сидим, особенно кто возле компьютера работает, IT, технологии все, бухгалтера, да, то есть это все очень забивается. И неактивна верхняя часть. Отлично, закончили. Чуть-чуть встряхнули ручки. И пошли как раз круговые движения вперед, уже немножечко познакомились со своими плечевыми суставами. И слегка можно сделать мягкие ноги, чтобы быстрее, оп, чуть не снесла люстру, чтобы быстрее набирать оборот, у кого все хорошо, кисти отпускайте, они мягкие. И поехали. Вдох, вдох, выдох, выдох. То есть я показываю различные вариации для тех, у кого скорости, да, есть остальные, мы работаем вдох, вдох, выдох, выдох. То есть не уходите, если вы первый раз, не уходите сразу на большие скорости, да, то есть послушайте свое тело, почувствуйте его. И остановились, смена в обратную сторону, вдох, вдох, выдох, выдох. Коленки мягкие. Животик напрягаем при выдохе. Отлично, завершили. Встряхнули немножко ручки, расслабили. И поехали. Сделаем махи в стороны. То есть у нас напополам себя мысленно разделили, передняя, задняя часть. И в стороны делаем махи. Вдох, вдох, выдох, выдох. Амплитуда большая. Здесь стараемся соединить движение и дыхание. Вдох, вдох, выдох, выдох. То правая, то левая рука в перекрестии внизу. Меняю смену. Делайте, чтобы у нас была симметричная загрузка мышц, мышечных групп. Вдох, вдох, выдох, выдох. Если закружилась голова, остановитесь. То есть будьте аккуратны в этом плане. Кислород сейчас получает головной мозг в большом количестве. Для него иногда удивительно это все, да? То есть хроническая гипоксия головного мозга. Отлично. Уже у нас болезнь. Закончили. И поехали. Работа с локтями, с локтевыми суставами. Прижали ручки к туловищу. Ладошки смотрят вниз у нас. И начинаем поднимать максимальную амплитуду. То есть закрыли, раскрыли. Закрыли, раскрыли. И две руки одновременно. Вдох, вдох, выдох, выдох. Можно увеличить скорость. Здесь я уже буду переходить на восьмитатное дыхание. Отлично. Закончили. Стряхнули ручки. И переходим в грудная клетка. Намасте наши, да? Ладошки. Ладонь на ладонь давит. И влево, вправо, влево, вправо. Тоже отличное упражнение. В синергии с дыхательной практикой. Для очищения наших легких. Давим, давим, давим на ладошки. Создаем сопротивление. Отлично. Закончили. И переходим к область талии. Область поясницы. Здесь опять внимание, как и с областью шеи. Очень аккуратно начинаем какое-либо движение, которое я сейчас буду показывать. И давайте сделаем наклоны в стороны. Руки у меня раскрыты. То есть в одну сторону потянулись, в другую сторону потянулись. Сейчас медленно. Вдох, вдох, выдох. Идет движение, идет дыхание. Выдох, вдох, вдох. Вдох, выдох, выдох. И посмотрели свою амплитуду. Все хорошо, если у нас, да? Мы начинаем постепенно увеличивать скорость. То есть нашли амплитуду в зоне комфорта работы в области поясницы. Начинаем увеличивать скорость. Вдох, вдох. Выдох, выдох. Вдох, вдох. Отлично сейчас здесь прорабатывается через косые мышцы в таком варианте. Отлично прорабатываются органы правого и левого подреберья. У кого-то желчные застои. Очень хорошее упражнение. И постепенно начинаем, поворачиваясь влево-вправо, наклоны делая вправо-влево-вправо, мы начинаем поворачиваться немножечко в левую сторону. И смотрим, что у нас там с левой стороны. Продолжая делать наклоны. То есть делаем такую скрутку. Еще больше усиливаем работу с правым-слевым подреберьем. Смотрим, смотрим налево, фиксируемся. Потихонечку начинаем раскручиваться. Возвращаемся в исходное положение. И теперь точно так же медленно, продолжая наклоны влево-вправо, поворачиваемся в правую сторону. Смотрим направо. Что там у нас справа? Держим, держим. Скрутка. С-с-с-с-с-с-с-с. Отлично, закончили. И возвращаемся в исходное положение. С-с-с-с-с. Отлично, завершили. И немножечко поработаем сейчас с областью таза. Ножки вместе здесь делали. И покрутим ламбаду, так я называю это, ламбада. То есть мысленно себя разделили пополам. Верхняя часть у нас корпуса стоит на месте. А низ мы, нижнюю часть начинаем крутить активно-активно. То есть прямо постарайтесь свою тазовую область включить на максимальную, пусть это будет медленно, но на максимальное движение. Потому что здесь тоже сидячий образ жизни нам полностью закостенел, да, то есть эту нижнюю часть. Кровотока практически там все меньше и меньше, если вы дополнительно физическими упражнениями не занимаетесь. Вдох-вдох, выдох-выдох, не забывайте, пока я говорю. И, соответственно, наши органы малого таза, наша мочеполовая система, дитородная система, да, все это начинает приходить в плачевное состояние. Отлично, закончили в обратную сторону. Поэтому вот это все упражнения, которые вы будете потом знать, да, связанные с областью таза, но не только. То есть вы понимаете, должны понимать, что это комплексная работа с телом, и она усиливает наше кровоснабжение органов малого таза. То есть это вся, это почки, это мочевое, это мочеполовая, да, система, матка у девочек, да, то есть яичники, простата. То есть все-все-все начинает кровоснабжаться, убирая вот эти все застойные явления, отеки, которые очень часто, особенно после 40, начинают беспокоить. Мы таблетки, да, мы какие-то еще дополнительные таблетки бежим, покупаем в магазинах, да, для взрослых. Но наша задача, мы понимаем, да, что если не раскрыть все, не запустить, да, кровоток, то, ну, скажем, фармпрепараты, они нам будут помогать, скажем, разом сокращая временной диапазон, а потом совсем ничего не случится. Отлично, завершили. Теперь переходим к тазобедренной суставы. Тоже очень важная часть тазобедренной суставы. Очень часто мы, как человек, да, я имею в виду, получают к концу своей жизнедеятельности различные проблемы с тазобедренным суставом. Слабость сухожильности связочного аппарата, то есть связок, они здесь короткие, которые держат, поддерживают сустав в его суставном ложе. Соответственно, нужно это все прорабатывать тоже, да, и вот такое движение. Движение, максимальное колено, завожу, поднимаю, развожу, раскрыла, опустила, да, то есть если есть возможность, получается, вестибулярный аппарат работает, да, то есть вы стоите на одной ноге, хорошо, если нет, поставили носок, развернули, подняли, да, поставили, развернули, подняли. И одномоментно, пока я говорю, вы уже дышите. Вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, 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 по максимальной амплитуде. Переходим, другая ногосмена. Себя лучше приучать вестибулярный аппарат, приучать стоять за счет не держаться за что-то, да, а стоять спокойно самому, ну, за счет и вестибулярного аппарата, и за счет мелких мышц, которые сейчас держат, держит моя правая нога. То есть там и голеностоп включается, и коленные, и кроножные, и само бедро все. То есть это хорошо тоже укрепляется, наши мышцы укрепляются. Для начала можно поддерживаться, да, то есть или поставили носок, развернули, раз, развернули, и потом постепенно ваше тело все крепче будет становиться, и все будет хорошо. И теперь смена вовнутрь, да, то есть мы с вами наружу работали с уставом, теперь вовнутрь колено пошло, вдох, вдох, выдох, выдох. Отлично, завершили, и теперь другая нога, смена. С, 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 с. Еще раз. Отлично. Встряхнули руки, ноги. Небольшой сделаем вдох. Протянемся наверх. Выдох. И переходим к коленные суставы. Ножки вместе. И начинаем движение коленями в одну сторону. Вдох, вдох, выдох, выдох. Чем максимальнее делаете движение круговое, тем, конечно, хорошо. Но у кого-то, возможно, сейчас такие процессы идут, что порой иногда просто мы сидим на стульчике и двигаем коленные чашечки. Вплоть до такого, что нет возможности, колени совсем болят. То есть мы двигаем коленные чашечки и дышим. Отлично. И в другую сторону смена обратная. Обратное движение. Отлично. Завершили. И сейчас немножечко мы с вами такой танец, ритакис танцуем. Руки в стороны. Мы с вами поработали уже практически со всеми областями. Руки в стороны. И у нас будут вот такие вот. Я сейчас покажу, как прыжки. Посмотрите вначале. Покажу в виде прыжков. Вдох, вдох, выдох, выдох. Вдох, вдох, выдох, выдох. Если прыгать по каким-то возможностям сейчас сложновато, вы понимаете, проблематики есть. Здесь, здесь, здесь. Здесь, соответственно, можно просто, раньше круг такой был, крутились. Можно просто носочками ходить. Слегка делать мягкими коленями. То есть включаем тело, танцуем. У кого все хорошо, все хорошо. То есть вы можете добавить прыжки. Прыгаем. Вдох, вдох, выдох, выдох. Вдох, выдох, выдох, выдох. Отлично, завершили. Встряхнули ручки, ножки. Вдох, потянулись, 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 выдох. И завершающее упражнение. Снимаем кроссовки. Если вы работали в кроссовках, для стабильности лучше приучать себя работать в кроссовке. Снимаем кроссовки и прорабатываем галеностоп через пальчики ног. То есть пальчики у нас тоже загибаются. То есть палец большой, особенно пальцы бывают часто очень скукожены, напряжены. Нам нужно разрабатывать нашу стопу. Очень многие проблематики начинаются с свода стопы. Вдох, вдох, выдох, выдох. Работаем наружу. Смена вовнутрь. Животик пресно напрягаем на выдохе. И смена вовнутрь. И в обратную сторону. То есть вроде бы со стороны мы стоим там, ковыряемся пальчиками в полу. Ну да, как нам могут показаться людям, которые не в курсе событий, что происходит. Но мы знаем, что даже просто от одного дыхания через сопротивление у нас сейчас происходит большое количество процессов различных. Ну а движение добавляет работу. Эффективность этой работы. Отлично, закончили. Стряхнули руки, ноги. И потянулись. Вдох глубокий. Потянулись, потянулись, потянулись. Выдох. Ну вот, друзья. То есть у нас примерно около 15 минут. Я, к сожалению, не засекла время. Ну, я интуитивно уже какие-то вещи делаю. То есть понимаю, где там, сколько по времени происходит. Кто со мной делал вместе? Отпишитесь. Напишите. Кто особенно первый раз? Мне всегда интересно, кто первый раз. Так, со стороны смотрел, смотрел, наблюдал. Потом, ну ладно, сделаю. И раз. Что это, да? Что это было? Как у вас? Какое самочувствие? Да, там, возможно, вы заходили на саму зарядку. Бывают мне рассказывают. Фу, кое-как. Кое-как зашла на зарядку. Так прям было лениво. Какой-то упадок сил. Какая-то была уставшая. Пришла с работы. Ну ладно, 15 минут по делу. Оп. Батарейка. Энергия откуда-то, да, взялась. Так, первый раз. Хорошо. Татьяна, как ощущения? Кто первый раз? Особенно пишите, да. То есть какие сейчас тело, оно дает очень быстро обратную связь. Особенно если его слышать. Вот. И это будет, конечно, очень здорово. Энергия появилась. Проснулась наконец-таки. Так, отлично. Кто-то практикует постоянно. Так, первый раз Оксана бросила в жар, но с дыханием не получилось. Это нормальная ситуация, потому что дыхание через сопротивление плюс физические упражнения сразу соединить. Ну, это, сами понимаете, практика, да, должна быть. Это все постепенно. Так, делала чуть меньше, помедленнее. Ну, хорошо. Второй раз. Очень отлично. Так. Так, вдыхаю сразу на полную. Отлично. Прогрелось, тепло. Слушайте, ну здорово. То есть обратная связь здоровская. При том, что мы с вами совсем-совсем вот телу понравилось. Буду делать. Отлично. Вот тело у нас на самом деле, оно настолько благодарное. И когда оно понимает, что, вау, вот это то, что необходимо для клеточек. Для клеточек в плане именно оздоровления, да, не потому что нам там хочется выйти кубиками где-то там, да, на пляжу покрасоваться. А здесь именно мы говорим с вами о здоровье, о восстановлении. Вот до каждой клеточки сейчас будут доходить питательные элементы, кислород, который мы, вот, отлично. Жар, пишут, да, 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 столько сил и энергии появилось, жарко стало, здорово. То есть это, при том, я говорю, мы буквально с вами такими крупными мазками прошлись. А теперь представьте, да, когда это, вы всю суставную гимнастику можете делать, при том, что видите, да, то есть какая площадь, я в домашних условиях. То есть я делаю это в переездах, там, 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 то есть это может заниматься везде абсолютно. И нужно всего полтора метра площади, да, то есть это совсем маленький. Мне иногда спрашивают, Лена, тебе достаточно будет? Ну, я в многих приездах и в разных местах, могу быть в квартирах, там, каких-то своих друзей, знакомых, там, или в гостинице. И каждый раз мне спрашивают, тебе достаточно будет места, чтобы показать? Друзья, вы сами увидели, что место для того, чтобы сделать и включить все свои 12 систем. То есть у нас все сейчас пошло, да, то есть вот этот жар, это говорит, что гормональная система в том числе. То есть когда мы пробиваем себя по голове, это один из вариантов работы с нашим головным мозгом, да, то есть нашими структурами. Там идут хорошо работы на гипофиз, гипоталамус и эпифиз. А это наша нейронная и нейронно-гуморальная, эндокринная, да, там, связь. Вот это там, там все включается. И мы с вами заряжаем все наше тело буквально, вот я говорю, 15 минут. И все, и можно уже бодрыми опять бежать на работу, да, второй раз. Периодически, вот Наталья, периодически выполняете самочувствие великолепное, тело и подъем энергии. Да, при том, что, знаете, это не волшебство никакое, да, и очень часто спрашивают, а за счет чего энергия возникает такая, да. То есть раз и энергетический статус. При том, что, ну, я смело уже могу говорить, что последние 4 года я живу, то есть тот ритм, который у меня, ну, не нужно на него, конечно, равняться, да. Потому что он сумасшедший на самом деле. И я понимаю, что я не очень хорошо делаю для своего тела. Но если бы не суставная гимнастика, если бы не импульс, если бы не дыхание через сопротивление, то есть и 70% того, скажем, эквивалента, да, который я держу и по питанию там, да, и по закаливанию, и по открытому сердцу. То есть работа со своим внутренним я, с мыслями, с чувствами. Вот мы это на выжимке тоже все проходим туда же. Мы говорим об этом. То я бы не смогла бы вести такой образ жизни. Вот последние 5 дней, допустим, да, я сплю по 3-4 часа. У меня большое количество многогранных разноплановых дел абсолютно. И при том я продолжаю заниматься собой, своими практиками, да, и вот даю вам вебинары, делюсь, рассказываю и так далее. И, конечно же, это благодаря вот той системе, которая как стержень, да, то есть понятно, на нее я одеваю большое количество сейчас знаний. Но исцеляющий импульс, вот эта вот основа, синергия движения и дыхания, оно сейчас для меня это стержень. Ну, я вот своим, скажем, уже и видом внешним, и внутренним, да, энергетическим статусом все время показываю. То есть это личная практика, это опыт, который, ну, жалко прятать куда-то, хотя изначально мои вот эти все приходы в импульс были только для себя, да. То есть я приходила лично для себя заниматься и сейчас делюсь, делюсь, делюсь. Я считаю, что в наше время, когда уже со всех сторон нас бомбардируют, вот эти внешняя среда стала настолько агрессивная. И химические составляющие, я даже вот так вот глазом пробегаю по комнате, да, то есть столько искусственного, столько синтетики, столько химической гадости и вредности, которая потоком огромным за последние 60 лет наше тело не успевает так адаптироваться. Тело крысы, тело таракана, да, но наше нет, то есть мы немножко по-другому устроены. И наша задача, если мы хотим в активном долголетии, о чем все время говорит Голтис, активное долголетие, не быть обузой самому себе, да, не быть обузой своим родственникам, не быть обузой своим родителям, не дай бог, да, или своим детям, не дай бог. То есть наша задача постараться со своей стороны сделать все возможное. Информация пришла, друзья, ну 15 минут в день. Я понимаю, сейчас нас настолько психически, вот именно психически, психологически давит вот эта вот депрессия, количество, ну много увеличилось психических заболеваний, да, на фоне вот этих полутора лет, все, что происходит. Я вас прошу, поменьше смотрите эти телевизоры, да, то есть выключайте, не читайте новости. Я уже 6 лет не читаю новости, не смотрю телевизор, я узнаю какие-то новости от своих друзей. Там иногда они, о, происходит там-то, в Казани там саммит ВОЗа там, да, или Монголию закрыли, потому что там всех отвакцинировали, там какая-то у них там появилась бешеная смертность, да, то есть как бы я это узнаю от друзей, когда там собираюсь ехать туда или в какую-то другую сторону. Как, например, в конце октября я уезжаю в Мексику и, соответственно, узнаю там дальше, какие появились изменения, что мне нужно, собачий паспорт еще пригодится или не пригодится, ну и, соответственно, то есть вот такие моменты. Поэтому убирайте, будьте больше на позитиве, будьте больше с позитивными людьми. Если новости какие-то идут, выключайте, включайте фильмы какие-нибудь, сказки детские, да, то есть читайте книжки, которые о любви, о счастье, да, то есть о добре, то есть перестаньте поддерживать вот эти вот эгрегора, вот эти структуры, которые просто вот из нас на страхе, на раздражении высасывают, да, то есть разделяют нас. Я всех люблю, и масочников, и антимасочников, и вакцинированных, и невакцинированных. Я даже Обаму люблю, да, то есть ну просто открывайте свое сердце, ну вы понимаете, да, как? То есть все через любовь, смотрите через любовь, через свое сердце. Всему есть объяснение там сверху, мы когда выйдем, мы все узнаем. А сейчас просто оставайтесь человеком с большой буквы. Вот нас хотят расчеловечить, вот это самое основное, нас хотят расчеловечить. Идет борьба за души, поэтому сохраняйте их, оставайтесь людьми. И физическому своему телу это храм для души, храм наш, сосуд наш, помогайте ему. Оно и так работает на нас 24 часа в сутки, каждый день, каждую минуту, каждую секунду там происходит процесс, оно борется за нас, за нашу душу, чтобы душа как можно дольше побыла здесь на этой планете, выполнила свои задачи, выполнила свою миссию, предназначение, как хотите называйте. Но помогите ему, оно кричит, оно через боль, оно обращается к нам, что там уже все. Поэтому хотя бы 15 минут в день поднимайтесь, не можете подняться, лежите и дышите. Мы это на дыхательной практике с вами прямо много проговорили, продышали. Дышите, дышите, дыхание есть в жизни, да, двигайтесь, там где движение, оно везде донесет это движение, двигательная активность, каплю крови, а в капле крови весь геном, там вся информация о здоровье. И вот так вы будете себя оздоравливать постепенно, да. Да, возможно у кого-то уже процессы очень сильные, да, но можно их приостановить, а где-то вернуть, повернуть вспять. Поэтому вот с таким вот завершением я от вам и благодарю тех, кто был, кто эфир со мной прожил, прожил в активности, вместе со мной сделал практику, мы вместе сделали это, да, группой. То есть такая энергия, даже я вот от экранов чувствую от вас эту энергию. И в записи смотрите, это все сохранится, и у меня вот в Инстаграм я параллельно веду, и на ФБ, Фейсбуку, Голтиса Академии, это мы еще распространим на Ютуб. И делитесь, делитесь, делайте перепосты, чтобы люди максимально, то есть помогайте другим узнавать, что есть такая гимнастика, что есть такие способы обычные, простые, но которые включают тело и помогают нашему телу, то есть наше тело становится инструментом. Ну а я вас вместе с Голтисом, кстати, друзья, завтра жду на прямом эфире, мы будем на Фейсбуке у Голтиса. Я попробую, конечно, подключить, ну там говорящий, наверное, голову, посмотрим, но, в общем, подключайтесь к Академии Голтиса, Фейсбук, Инстаграм тоже свой буду включить, пусть будут голоса за кадром, но мы вместе с ним, вместе со Светланой Шаваничевой, администратор Академии Голтиса. Сам автор методики будет завтра на прямом эфире. Подготовьте вопросы, подготовьте все свои, какие-то, возможно, сомнения остались, переживания, вообще зачем это мне, подумайте, переспите с этими мыслями, да. Если вам эта информация, кто первый раз слышит, попалась, значит, оно того, значит, судьба вас подвела, вас уже вот носом показывают, вот, когда-то меня просто взяли вот так вот и прямо носом показали, Лена, езжай к Голтису. И я просто поверила своей интуиции, села и поехала. И теперь, ну, с такой благодарностью уже пять лет, люблю его очень сильно, уже два года не виделись, ой, немножечко даже. Но я надеюсь, когда-нибудь откроются все эти границы, и мы вообще, вот этот весь беспредел закончится. Мы социальные люди, мы социальные, нам нужно общение, нам нужны обнимашки, целовашки. Поэтому, в общем, я вас люблю, обнимаю всех, кто был на связи, кто будет на связи. И, в общем, с любовью к вам и до новых встреч. Завтра, кто, у кого получится, приходите, вы вместе с Голтисом можете задать ваши вопросы и поучаствовать. Мы тоже много чего интересного расскажем. Все, до встречи. Люблю. Спасибо.